Теперь о чем мы сейчас говорим? Что находится за моей спиной? За моей спиной находится самый главный банк России, это Сбербанк. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он был единственным банком России, но не в том суть дела. То есть Центробанк сказал, вот вам 10 грамотных банков, с которыми вы можете работать. Посмотрите минимально. И Сбербанк был, естественно, на первом месте. Потом был ВТБ, ну и кое-что еще другое. Давайте так и оставим. Ну не нужны нам эти тысячи банков, они нам просто в реальности не нужны. Представляете, сколько народу вместо того, чтобы заниматься строительством, готовить что-то, они занимаются банками. Ну какой смысл, объясните мне? То есть давайте работать с одним, с нормальным банком. Это было бы круто. К слову о Сбербанке. Ну мне он нравится. Мне он нравится. Они хотя бы прислушались ко мне и поняли, о чем идет речь. Мы с ними работаем и продолжим работать. Что же касаемо дальнейших мероприятий. Ну пункт номер один. Почему вы сейчас не берете кредит? Я не понимаю. То есть, допустим, если мы говорим о нулевой процентной ставке инфляции, то у нас она ставит не нулевая, господа мои. Ну не нулевая. Потому что на газ, допустим, газ за последний месяц приподнялся на 30-40%. Это нормальное явление так, если честно? То есть за год это практически 10%. Так, оба-на! Оба-на! Как только он подойдет к сумме 25 рублей, скажу, что все, газовая больше не ставим. Потому что ну как? Чего-то я не въезжаю. Для чего? Будем на бензинчике ездить, не спеша и потихоньку. Тоже хорошая тема. Вот. То бишь, если такие темпы инфляции, то чтобы не брать кредиты. То есть кредиты сейчас на автомобиле под 15%. Пожалуйста, берите, покупайте. Если такие темпы инфляции будут, то про ипотеку тоже может быть. Потому что ну представляете, да? Или темпы роста 40% годовых, или вы берете под 15%. Ну, можно брать, можно брать. То бишь, ну господа, теперь говорим о нас. О нас в телевизорах, да? Да, нам сейчас немножко сложно, но вы нас хотели... Нагнуть, а мы не нагнулись. А вы не нагнулись, мы работаем, мы показываем сюжеты. И вы должны понять, что да, иногда такое случается. Но если вы решили нас немножко прошвырнуть, то извините. Это, конечно, коммерческая информация, поэтому здесь только коммерческие сюжеты. Но вот, допустим, у меня есть канал YouTube. Набивай Члейкин, Алексей, и поймете. К слову, о канале. Если вы хотите не только посмотреть, что там таракан в головах у кого-то есть, но и кроме всего прочего полечиться, почему нет? Зайдите и посмотрите. Я вам там показываю, как лечь трак. Дешево, середина и вкусно. Зайдите, посмотрите внимательно. Уж поверьте мне, у меня, видите, какая штука? Гриобластома, которую мне нарисовали. То есть я же с ней бороюсь. Я с ней борюсь, потому что у меня есть сын. То есть зайдите и посмотрите. Теперь, ну, маленький-маленький такой проблем, как у меня возникло. Просто человек немножко чуть-чуть со мной не рассчитался. Я вам сейчас покажу его. Вот. Если вы этого человека увидите, может быть, у него телефоны сломались. Ну, как-то странно, да? Четыре телефона сломались на армян. Ну, ладно. Дай бог. То есть, ну, попросите его, чтобы он мне перезвонил по моему телефону. 8-952-526-68-65. Ну, хотелось бы пообщаться с ним. А то как-то, ну, испарился куда-то. Я даже не понимаю. Звоню, звоню, звоню. Еще туда съездил. Не получается. То есть, о чем мы сейчас будем говорить? О том, к чему мы в дальнейшем придем. Да, Россия будет так же закредитована, как Соединенные Штаты Америки. Сейчас доля кредитов в Российской Федерации это примерно 30%. В Америке это 90%. То есть, ну, у нас есть еще куда стремиться. К слову, о том, с кем мы будем работать. Ну, есть люди, есть нормальные люди. Вот. Почему бы и не работать с ними? К слову, о том, с кем мы расстанемся. Скорее всего, мы расстанемся с теми, кто занимается запасными частями. Потому что я нигде, ни в одной стороне мира не видел запасных частей. Вообще, вообще, я был в Америке, такого не видел. По сути, то. Я был в Германии, я такого не видел. Я был в Англии, я такого не видел. Я был в Турции, я такого не видел. Я был в Индии, да и везде был. Но я нигде не видел, что кто-то продает запасные части. Потому что вы отдаете машину, вам восстанавливают, показывают счетчик. Ну, желательно просто объяснить, где, что и подешевле. И это тоже у нас есть. То есть, приходите в любое место. Ну, просто приходите. Вам те цены, которые, по сути, ни в одном магазине вы ничего не купите. Ну, это нормальное явление. Естественно, это нормальное явление. По одной простой причине. Мы пока еще не обратились. И по сути событий, что у нас получается. А машина, которая у вас есть, перестала быть чувством роскоши всего 15 лет назад. Ну, нам еще есть к чему стремиться, понятно? Мы будем показывать машины, которые на продаже. Это все четко. То есть, вы ко мне обращаетесь. Я делаю материал, показываю вашу машину. Если честно, я вообще не помню, вообще не помню те машины, на которых я не помню. Но все эти машины были проданы. И это в том числе для вас. Естественно, все остальное тоже. Потому что это есть наша жизнь. Чего-то не будет, но что-то другое возникнет. То есть, я смотрю на мир с точки зрения того, что кризиса нет. Есть вариант того, что у нас с мозгами что-то не так. Повернем эти мозги в сторону и будем работать качественно. Логично? Почему нет?